Насколько все-таки актуально проведение подобных мероприятий с преподавателями физическими, учителями физической культуры в контексте футбола, в теме футбола? Ведь говорят, что да, уроки футбола есть, но они проводятся еще как-то не совсем системно. Но требуют ли они действительно подготовки профессиональных учителей? Скажем так, большого профессионализма от преподавателей физкультуры мы, конечно же, не ждем в плане преподавания урока футбола. Но азы, то слово, которое необходимо для того, чтобы ученики получали, конечно, учителя, преподаватели физической культуры и спорта должны владеть. И для этого проводятся такие семинары и курсы повышения квалификаций, где, я хочу сказать, интерес самих преподавателей достаточно возрос по сравнению с, скажем, год-два тому назад. И я вижу, что те люди, которые преподают физическую культуру в школах, они сами пытаются чего-то достичь, постичь, узнать. И тем самым, наверное, это будет отражаться на качестве преподавания этого предмета. Ну, на чем еще можно акцентировать внимание? Мы знаем, что помимо мужского контингента есть преподаватели женщины, которые тоже могут приобщиться к этому делу. Почему? Потому что у нас на Веничине достаточно хорошо развит девичий футбол, девичий, женский футбол. У нас есть определенные результаты. И преподаватель женщина, преподаватель, скажем, футбола – это нормальное явление. Поэтому мы пытаемся всем нормальным образом хорошо донести то, что им необходимо делать. Что женщинам, что мужчинам.